всем привет ребята меня зовут Руслана и сегодня будет видео в общем вот я делаю обзор на вот такие вот вкусняшки от фермы педигли и на одну консерву педигли вот я буду делать я ввела новую такую рубрику еще не знаю как ее назову в общем это будут обзоры на разные корма лакомства для собака для других животных также на расческе какие-нибудь игрушки и так далее если вам понравится такая тема то пишите в комментариях и ставьте лайки ну что ж давайте начнем мы с консервы консервы у нас вот такая вот со вкусом кролика индейки и знаю что фильм педигли вообще не самое лучшее но это такая у меня рубрика появилась так чтобы пробовать у меня а животных будут разную такие вот вкусняшки также холистик супер прямом классов если собаке дать там чат и например консервы задний раз на педигри или там вкусняшки то собака ничего не произойдет конечно если вы будете каждую неделю покупать и такие вкусняшки только ими кормить и каждую каждые два дня давать консервы педигри и все время кормить холом педигри тогда конечно собаки вот проблему с желудком и с вообще с органами могут быть проблемы но если их давать ну вот максимум где-то раз в месяц может раз два месяца то собаки ничего не будет меньше у меня такие вкусняшки я последний раз где-то месяц назад вот только вот такие эти мы также не пробовали и консервы он ел такую давно давно еще и даже не помню другие хорошие более консервы так начнем консервы от фирмы педигри с хроником и индейка в соусе это для взрослых собак всех пород тут 100 грамм написано что для костей для желудка будет хорошо для шерсти а это не знаю что значит упаковка очень достаточно красиво не могу сказать чтобы она была плохая то есть если бы не знать что это был эконом-класс то она бы потянула бы подумать что это консервы какого-то холистик или супер премиум класса вот она такая золотистая тут написано сколько давать собаки с каким весом то есть на 3 килограмма тут 3 консервы собаки на 3 килограмма давать 3 консервы мне кажется при нее это многовато 300 грамм такой в день и кажется это многовато для них для 5 килограмм 4 5 штук для 10 килограмм 18 для 10 килограмм 10 11 вот Думаю, никто не будет кормить чисто консервами, собак, конечно. Есть такие люди, которые кормят собак, но, думаю, очень маленьких, не таких, небольших. Также есть вот сколько с кормом давать. Давайте почитаем. Мясо и субпродукты, в том числе кролик и индейка, минимум 4%. Минимум 4%, у меня ужасные ногти, на них не надо смотреть. Минимум 4% это достаточно мало, минимум 4%, но, я думаю, тут мяса много вообще не будет. Тут максимум примерно 10% мяса, даже меньше, я думаю, процентов 5. Также злаки. Злаки на втором месте, злаков много не должно быть, потому что, если злаки были вместе на четвертом, то это было, в принципе, хорошо. Но если злаки на втором месте, это не самое лучшее. А если они на первом, то это вообще не очень хорошо. Также минеральные вещества. Минеральные вещества. Мы не знаем, что подписано под минеральными веществами, но это, в принципе, хорошо. Также растительное масло. Но растительное масло, я не знаю, насколько его можно давать собаке, потому что растительное масло, это масло, вот это, как растительное. Вот. Но, думаю, вряд ли его можно давать собакам. Если вы знаете, что можно или нельзя им его давать собакам, то пишите в комментариях, потому что насчет масла я, правда, не знала, потому что я даже не видела, не замечала его. Также дальше идет жжем свекольной. Витамины. Все, в принципе, заканчивается. Белки тут написано 7 грамм, жиры 3-5 грамм. Зола 2,5 грамма, клетчатка 0,3 грамма. Влага не было 75%. Ну, понятно, потому что это влажная консерва. Вот такая. Витамин А не менее 130 МЕ. Дальше витамин Е не менее 1 миллиграмма. Да, что-то написано на других языках уже. Такая консерва. Состав у нее вообще не бомбезный, я вам скажу. Ну, думаю, вы знаете. Так, давайте мы теперь ее посмотрим, если вам было все хорошо видно. Открываем упаковку. Открывается она достаточно легко, но если будет лежать в холодильнике, как и все консервы, так и будет открываться и выдавливаться все тяжело. Но вот у меня все аккуратненько, хорошо вываливается отсюда. Так, давайте мы до конца вещь соус. Ребята, сразу говорю, все консервы, почти все, если они будут хорошие, которые я буду покупать, я буду пробовать на Леле тестировать, так как она, вот эти вот все консервы, ее здесь даже не будет, потому что она очень привредно большая. Миша ест все. Так, давайте посмотрим. Она в соусе у нас, видите, не очень, не самый приятный вид. Вот этот с соусом. А это вот как кусочки мяса. Это вот светленькая, это индейка, а темненькая, это кролика, я думаю. Так, разминается, разминается она, ну, достаточно легко, то есть, если там щеночек, ну, если у вас нет денег там, ну, вы захотели купить такую консерву, и там... Никакая денег на хорошие консервы, я не знаю, в какой-то полезной ситуации. Ее можно размять вот так, в принципе. Вот так, разминаем. Она размазывала очень хорошо. Также ее можно применять в блендере. Так, вот этот соус, вот такая вот консерва, выглядит она неплохо, запах, ну, пахнет, не знаю, как обычная консерва собачья, не будет там приятный запах, но извлекаю, как бы не чувствуется. Так, давайте, когда я вам дать, мы думаем, как будто думала, что он не будет есть. На самом деле, это сидеть. Молодец. Ждать. Возьми. Ну, Миша любит все. Я вам скажу, реально он ест все, что можно. Ну, сейчас пока жара, он плоховато есть, потому что, ну, что-то он, как бы, не хочет есть. Миша, мисочка маловато для тебя, да? Ну, в общем, мы поняли, кормим ему. Ну, все, мы делаем зато вывод. Консерва эконом-класса. Конечно, слюни тут дерево везде. Консерва эконом-класса. Состав у нее, ну, как бы, плохой. То есть, собаку не буду кормить эти консервы, вы любите, это 100%. Не советую собаку кормить этой консервой. Конечно, если вы будете кормить, там, ну, давайте раз в неделю, раз в две недели, ничего страшного не будет происходить. То есть, добавить собаке, как вкусняшку, такую небольшую, в корм, это, в принципе, ничем таким плохим не обрушится. Вот. Консервы, составы, мне очень хороша, но, в принципе, давать ей можно, собаке, вот, но не часто. Вкусняшки, давайте начнемся вот этих, тоже, ну, от фирмы Педигри, Тести Байтс, хрустящие подушечки с курицей, они достаточно большие, тут написано, омега-3, витамины, минералы. Так, упаковка тут также неплохая вообще, даже очень красиво выглядит, но упаковки, по упаковке судить, как бы, нельзя, потому что все будет правильно. Так, что тут написано? Собаки обожают угощение, Педигри, Тести Байтс, это разнообразное лакомство для вашей собаки. Маленькие кусочки, идеально подходят для того, чтобы побывать у вашего любимца. Не сказать, чтобы они маленькие. Здесь у вас есть разные витамины, минералы. Так, давайте посмотрим состав. Так, состав, обороте, злаки. На первом месте злаки. Что это уже говорит? Они в плохом составе, если все, то есть мяса тут будет намного меньше. Также мясо и супродукты, в том числе 4% курицы. То есть, понятно, то есть мясо уже, там, то есть супродукты с мясом, то есть там не только мясо, то есть там ни дегрид, ни дегрид, ни дегрид, ни дегрид, короче, ни мясо. Вот. И у курицы тут достаточно мало процентов, так же, как и в консерве. Дальше идет масло и жиры. Непонятно же, какие масла это и жиры. Тут нет никакой расформулировки. Минералы. Белоковый растительный экстракт. Состав тоже, в общем, нехороший, но, так же говорю, как лакомство, как вот это для дрессировки, использовать можно, так как собакам нравится. Так, давайте мы откроем. Так, плюс упаковки. Тут есть зип-замок. Я это увидела. Это очень удобно, то есть, чтобы взять вот так вот, закрылся, упаковочка закрыта. Давайте откроем. Тут очень, достаточно большие, то есть для маленькой собаки такие будет не очень удобно дрессировать. То есть, вот эта вот длина у нее примерно один сантиметр, даже, наверное, даже полтора, наверное, сантиметра. Ой, фокус. Фокус, что ты делаешь? Ой. Вот. Ширина она примерно, ну вот, один сантиметр. Пахнет она обычными собачьими какими-то печеньками. Вот эти вот, как с мясом делают. Ну, в общем, понимаете, да? Так, давайте мы ее разломаем. Разломается она очень хорошо, потому что она сыпется. Вот, ну, вы видите. так как вот здесь нет вот этого, то есть, тут какое-то зеленое между собой на внутри, а здесь, я не знаю, что тут. Тут практически ничего нет, только печенька. Тут видно, что тут что-то есть, какой-то паштетик такой, но, не сказать, что об этого чего-то много. Вот, видите. Вот. Такая вот, также, может, для маленькой собаки можно же делить напополам, но маленьким собакам лучше не давать это, потому что у них есть проблемы с желудком. Могут быть из-за этих вкусняшек собак, больших пород, более крепкие желудки, ну, конечно, зависит от породы. Ну, почему-то. Попробуем дать Миша за команду. Такие мы уже пробовали. Миша очень хорошо выполнял за них команду. Мы за ним даже выучили одну команду, она называется джентльмен. Лежать! Лежать! Хорошо, молодец! Так, тихо, Миша нравится. Подыши! Подыши, Миша! Подыши! Молодец! Хороший мальчик! Отлично! Все? Идем! Так, ребят, ниже состав, после состава, пищевая ценность, белки 19,9 грамм, жиры 24,2 грамма, то есть жиров тут очень больше, чем белков. Зола 11,9 грамм, клетчатка 0,5 грамм, кальций 2,5 грамм, ну, в общем, можете поставить на паузу и почитать. Вот тут написано, сколько давать собакам в день, но тут как-то не очень правильно, в принципе, если тут написано для дрессировки, то есть для, если я подрессирую, я дам ей всего три штучки такие за дрессировку, в принципе, это не очень правильно, я не знаю. а если меньше, то больше не было 22 штук таких. Ну, тут сколько тут грамм, 95 грамм, 95 грамм, по-моему, они тяжелее, если чем вот тут вот здесь 100 грамм, ну, ладно. Вот такая вот упаковка, там, давайте ее переделаем дальше. Вот у нас уже тоже 5 грамм, как вы видите, то есть байтс, это ароматные кусочки с курицей, это вот такие вот уже большие, пока упаковка здесь идентичная, прошедшая. Так, давайте посмотрим состав. Злаки и мясо, все продукты, ребята, так, в том числе курица 4%, не менее, в том числе 4% курица, то есть 4% курица, то есть понимаете, насколько это мало? 4% курица. Вот у Миши в корме 40% мяса, он как написано там в печени, а тут 4% всего. Фодукты переработки овощей, то есть это нехти, слои жиры, минералы, семена и травы. Ну, не знаю, ребят, состав вообще очень плохой, как я считаю, это мое мнение. Хотите меня слушать, хотите, нет? Так, открываем, тут такой же зип-замок, но это, что дает плюс большой. Тут вот такие вот большие шарики, как квадратики, они легко достаточно ломаются, сейчас попробую. Вот, это как хлеб какой-то дергой, но пахнет обычно каким-то сухим кормом. В принципе, вот, оно мягкое, как хлеб какой-то, и вправду. Так, давайте посмотрим, видим Миша аккуратно. Ну, Миша нравится все, в принципе. Ну, плюс ему нравится. Они вот такие, разломились вам показать, мне в принципе не тяжело, но и не очень-то легко. Вот, тут так же написано меда, это минералы, витамины. Сейчас, в принципе, то же самое. Так, на этом мой обзор закончился. Вот, пишите в комментариях, какие вкусняшки или какой корм, например, для собак, для, например, башенчиков, для хомяков, или какие-нибудь расческие игрушки, я не знаю, чтобы мне, на что мне было сделать. обзор, как было вот это видео, пишите в комментариях, и еще пишите категории, какие должны быть у корма, например, вид, запах, состав, там, вкус, и вот вроде этого, можете писать в комментариях, и я буду все делать по этим категориям, это будет, в принципе, очень даже неплохо. Вот, если вам нравится видео подобное, подобное видео, то пишите в комментариях, и ставьте лайки, и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.